Более ста человек обеспечены работой в Нокатском районе. Новый швейный цех открылся здесь всего месяц назад и уже поставляет свою продукцию на местные рынки в большом объеме. Чнара Насырова кроит воротник. Она работает в этом швейном цехе с открытия. По ее словам, работа нетрудная. А главное, ехать никуда не надо. Рабочее место рядом с домом. До этого мы нигде не работали. Вот теперь нам создали такие условия. Спасибо предпринимателю, зарплату получаем раз в две недели в зависимости от объема выработки. Главная работа рядом с домом. Для меня лично это очень важно. В основном все работники в этом цехе живут поблизости. У многих до этого работы не было вообще. Люди рады, что появилась возможность зарабатывать. Это работа, которую мы хорошо знаем и выполняем, поэтому трудностей нет. Спасибо за возможность заработать. Мы очень рады. Работаем с 8 утра и до 7 вечера. Платят нам вовремя и хорошо. Условия хорошие. Главное – просто работать. Готовые изделия упаковывают и отправляют на крупнейшие рынки страны – в Карасо и на Дордой. Если увеличится объем работы, то отечественные вещи также пойдут и на экспорт. Мы создали здесь все необходимые условия, обеспечили швейными машинами, помещения взяли в аренду, оборудовали рабочие места. Если найдутся предприниматели, которые готовы с нами сотрудничать, то мы готовы предоставить им нашу базу, а они сами будут решать, какую продукцию им выпускать и так далее. Все это мы делаем ради наших сограждан, чтобы они смогли зарабатывать у себя на родине, а не на чужбине. Сейчас здесь шьют мужские футболки разных моделей. Порядка 1200 штук в день. Планируют также расширять ассортимент. Мы шьем сезонные товары. Сейчас начали с футболок. Скоро начнем делать рубашки. И так постепенно будем увеличивать и объемы, и расширять ассортимент. Это уже не первый швейный цех на юге страны, который обеспечивает своей продукцией внутренний рынок. Швейные изделия из Кыргызстана известны и за рубежом.